Итак, друзья, я стою у входа в качалку, с которой начался советский атлетизм, тогда еще, потом культуризм, потом это все называется бодибилдингом у нас. Людбер Титан называется этот тренажерный зал, который был основан в далеких 70-х, начало 70-х годов. Но я не буду забегать вперед, сейчас буду спускаться вниз и знакомить вас с завсегдатами этой качалки. Ну, железо таскаю в 13 суток. Да я пробитый был на всю голову, у меня как-то пить вальчик. Если на Европе выступали на туражке, ну, можно сказать, и так. В 91-м году я здесь начинал тренером. Будет небесам жарко, служат о героях песни. Тогда здесь зал Титана, а еще был производство Титана, где тренажеры делали. И тогда же вообще мало кто выпускал тренажеры. И вот сюда даже с Дальнего Востока приезжали. Каталог такой был, выбирали тренажеры, а здесь как это, демонстрационный зал. По современному шоу. Да, можно попробовать было, пожать там, как что. И потом уже на производство там заказывали. Ну, вот как раз я здесь в это время тренером работал. То есть все столько практически. А какие были первые тренажеры? Вот. Вот они есть. Вот они есть. Некоторые из этих вот реально им уже тут что-то по 50-40 лет? Да. Вот этот тренажер, я вот в 91-м году работал, он был. И даже флекс тут приезжал как-то. Вот этот бы я с собой туда увез. Какой флекс? Уйдет. Вайс Виллер был в этом зале? Да. Обалдеть. Короче, все, все. А можете показать, как он работает? В чем особенность? Я смотрю, куча рычагов, ну да? Тут, понимаешь, сейчас. Здесь вот. Такое, приближенное к этим, к свободным весам. Короче, это тоже тренажеру, говорите, с 90-х лет он, с 90-х годов он был? Да, да, да. Даже раньше. Я-то в 91-м здесь тренером был. Ага. А зал-то еще раньше был. И, короче, тут какая-то тема. Вот мы же сами здесь занимались. И где-то что-то, допустим, угол не тот или там. Мы говорили, его забирали, подделывали, как там углы. И, короче, вот все тренажеры, они вот именно на те группы мышц, которые надо, чтобы работали. То есть они адаптировались? Да, да. Анатомические. Ну и, конечно, они это, по 30 лет уже с лишним. А они все работают. Даже не менялись. Работаю сейчас в современном зале. Сравниваю вот это, допустим, с новыми тренажерами. Вот они ничем не проигрывают, по динамике. То есть вот... Фот ровный, да? Да. В принципе, так-то приседания, гак, потом вот жим ногами, они же везде есть. Принцип-то один. Просто вот в этом, в гаке, допустим, одна фишка есть такая. Я как приседание на груди, допустим, со штангой. Как фронтальный приседание. Сдаешь и... Сюда, естественно, там вес повесить. Я слышал, что вы выступаете уже очень давно. Ну, да. Первые соревнования были мои, это чемпионат России в Калининграде. В 89-м, по-моему. Прям сразу туда поехал. В шестерку попал. И по сей день вы каждый год выступаете? Два раза в год стараюсь. Два раза в год? Да. А сколько вам сейчас лет? Какого года? Сейчас второго года. То есть вам практически 60. 58 лет. Лучше, пускай будет почти 68. 58 лучше, чем почти 60. Вы настоящий фанатик болибилдинга? Или тогда еще культуризма? Атлетической гимнастике. Атлетической гимнастике? Не, ну я вначале штангой занимался, мастер-спорт по штанге. В армии циска служил. Потом троеборье силовой, жим тяги, приседания и жим. И вот потом как раз травму получил, порвал здесь связку себе на руке. Тянул 280 как раз на соревнованиях. У меня рука выскочила. Потому что сейчас-то раздохватом берутся, а раньше просто вот замок. Ну и решил, думаю, форма хорошая, поэтому съездил на Россию. Съездил. Так тут и осталось на все время. Можете сказать пару слов про основателя этого зала, Зайцев, да? В 73-м году мы тут узнали? Ну это не совсем так. Тут Серега Зайцев и вот Сашка, который вот в Титане был старшим. Валерка Рыков – это мой тренер, у которого я штангой начал заниматься с 13 лет. И вот он меня вел, мастера я у него сделал. Он сам уступающий был в 100 килограмм. Вот. Это мой первый тренер и единственный. Потом я стал самостоятельно заниматься. Ну, царство небесное, он уже умер. Вот. В том году. Но он стоял у истоков движения атлетизма в Людерцах? Ну, скорее всего, он стоял у истоков тяжелой атлетики. В Коренево я жил, и вот там у него сарай, короче, как было. Провели газ, и сарай из-под угля освободился. Он там сделал помост. Потом вдруг его тоже там начал заниматься. Потом мы, пацаны маленькие, пришли тоже туда. И вот он с нами занимался. Погруши били, как могли, поднимали. Он технику сделал. Сделал команду. В трудовых резервах мы тогда выступали. Десять юношей, десять взрослых. Ездили всех, громили. Он воспитал, если я не ошибаюсь, по-моему, восьмерых мастеров спорта. И много-много кандидатов было. То есть Треков, по большому счету, собрал, сколотил первый коллектив таких спортивных энтузиастов. А Сережка Зайцев. А Зайцев. Вот он как раз здесь занимался. И когда он приезжал к нам туда, с Валерой разговаривал. Раньше же не приседали никто. А он говорит, как мне ноги-то сделать. И вот он с Валеркой советовался. Он ему подсказывал, как ему там раскачать ноги. Можно сказать, вот они так вот. Вместе. Они основали мы сюда. Ну, Валерку он больше просто дал тяжелой атлетике. Да. А мы уже из тяжелой атлетики перешли вот сюда. А вообще, да, вот первый основатель, это вот Серега Зайцев. Я еще тогда штангой занимался. Он уже и жал штангу, и ездил на вот это атлетической гимнастике, или как там там, культуризм был раньше. Культуризм. Атлетизм, да. Они и в Каунас ездили, и там, в Ригу ездили. Потому что там уже раскрученный был, а у нас только-только начиналось. Ребята, я когда обычно снимаю сюжеты, то в сторис прошу людей задавать свои вопросы. И если вам хочется, чтобы выпуск был более информативным для вас, то тоже можете переходить ко мне в Инстаграм. Там больше у нас интерактивности. Ссылочку оставляю внизу. Вот Сергей Зайцев. Вот, можно так сказать, главный культурист-люберец. Ну, тут все, все есть, кто вот здесь занимался, выступал на соревнованиях. Вот Клюев, ой, Клюйков Толик тоже. Он же здесь, в этом же подъезде жил и это, ну и живет, занимался. Он еще старше, чем я. Вот Анатолий Сербин. Силовик наш, самый сильный в России. Да и не только в России, чемпион мира. Можно сказать, мой ученик. Ну, правда, сейчас он сам занимается уже, а вот начинал он именно со мной. Вот Смирнов, Сашка, вспомнил. Смирнов. Вот этот вот он и вот основатели, как бы. Вот я приехал с чемпионата Европы, как раз выиграл чемпионат Европы в 93-м году. Занимался уже здесь. Можно сказать, что с этой качалки, с Лидерецкой, начался и московский культуризм, и в целом российский. Вообще, вот здесь уже вот, в Люберцах, это в каком? В 86-й, по-моему, год был. Здесь проводили соревнования по бодибилдингу на приз газеты «Московский комсомолец». Это вот первые соревнования, которые я вот так вот запомнил. И после них я как раз начал заниматься культуризмом. Ну, до этого, в принципе, здесь же уже качались, уже по-моему, культуристически. Просто это тогда не называлось культуризмом? По-моему, даже с 75-го года здесь качались. Просто я тогда еще штангой занимался, как бы, влился уже после. А так здесь давно. Ну, разве это не первое проявление культуризма? Первое, наверное. Русские, российские, я не знаю. Наверное, да. Вы просто сами в этом варитесь и не осознаете, что корни всего русского культуризма здесь. Кажется, что всегда так было. И кажется, что вокруг и все так и происходило. На самом деле, это была первая спорция. Да, наверное, здесь центр был, да. Отсюда уже все и пошло. У нас раньше на области я вот выступал. Сейчас-то я за Москву выступаю, да? А раньше выступал за сборную области. То есть здесь сильная команда была. Мы ездили на Россию и на Европу я ездил от области. И на мир тоже от области. Сергей Зайцев. Вот рядом тоже. Тоже его. Вот он в этом силовой трееборе, наверное, тоже выступал. Вот он тоже. Вот еще тоже соревнования. Ну, Калмана здесь не было. Это просто кто-то из членов клуба. Это, наверное, вот эти. Калман Гран-Три Олимпия в России. Мозглент был. Как раз я фотографировал. И сфотки вот где-то сзади. Флекс. Ага. По-моему, он. Ну да, это Флекс Уиллер в этой качалке, да? Титан Либбер. Понятно. Ну да, похоже на интерьер. Коля Ясиновский. Он тоже здесь начинал, да? Да, да, да. Вот тренажер. Это как раз реклама была раньше. О, это первая реклама. Кузнецов. Тренажер, который здесь делал. Да. Это его супруга. А здесь вот Коля Ясиновский тоже. Это вот как раз тренажер тот, который стоит сейчас там. Ага. То есть это вот реклама. Это было, да, это еще до 91-го года. Где-то... В 80-х годах. Да, 89-й, может, 88-й год. И сейчас же он тоже стоит там, этот тренажер. Можно сказать, что у вас зал-музей. Да, можно так сказать. Плакаты, я смотрю, настоящие, олдскульные. Дарнольд, Фрэнк Зейн, женщины с грудью. Молоденький Декстер. Да. Зал мы здесь с молодым Декстером, а Декстер еще выступает на Олимпии. Шел 2020 год. 2020 год, это последний раз, да, выступает? Это последний, крайний. Да, крайний. Кто знает, может, еще, как и вы, выйдет до 60-ти. А что, он в Мастер Олимпии может же выступать? Конечно, может. Ну, там он играет, однозначно. Ну, конечно. Вот он прям подписал. Вот была встреча, и он после этой встречи остался там. Валерий? Да, первый наш профессиональный кутурист. Это год, по-моему, 90-й или 91-й. По-моему, 91-й. И что, он не остался там? Да, он там выступал, готовился к Олимпии. Потом несколько выиграл соревнований таких проходных, которые, ну, на Олимпию. Но потом там что-то получилось, и его, короче, он приехал сюда опять. Ну, он сейчас в хорошей форме. У него несколько... Он сюда захаживает? Ну, как-то, говорят, приезжал, но я, правда, не видел его. Он же тоже занимается тренажерами и какие-то идеи. Да, 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 тоже делает тренажеры свои. В стране ездит, выступает, так, эти, показательные выступления у него. Влад Кузнецов, он тоже, у него свои залы сейчас. Он тоже сюда иногда приезжает. Короче, вот, последний раз я его видел, мы здесь тоже съемку делали. Здесь, можно сказать, начинал. Хорошей форме сейчас тоже такой. Правда, не выступает, но просто для себя. Такой, как мы... Зал Славы. Да, зал Славы. Музей небольшой. Тут вот Сашка как раз. Как раз Серега Зайцев на соревнованиях по бодибилдингу. А, это основатель какой, да? Да, да. Интересно, бодибилдинг он пошел после каких-то травм в пауэрлифтинге? Или просто созрел, просто захотел уже качаться по-культуристически? Вообще он, по-моему, это, и там, и там выступал. И по силе сжал, и вот по этому. Ну, просто в межсезонье, когда набираешь вес, там сила прет, надо, там можно это. А в конкретном соревновании готовишься, садишься на диету, и... Главное, чтобы мышцы не слетели только. Вот Весиновский тоже молодые годы. Вот, власку с дистов. Вот, как раз хорошая форма у него. О, так, а вот, вот, на входе этой качалки. Во, да, точно, он и есть. Так, а вот это что за кубки? Ну, это вот мы выигрывали, и не только мы, это и по силе ребят ездили, и так, вот. То есть, ответы, которые в этой качалке готовили, да? Да. Ну, конечно, не все сюда отдавали, но вот... Часть. Моих-то тоже пару есть. Давайте посмотрим, что там. О, найти его еще надо. Не ваш конкретно, а что есть самая старая? Я думаю, что в 90-х-то вряд ли. Внизу, 2006-й, но это тоже новый эпох. А, ну вот, как раз с Европы я приехал, приезжал. Это вот Дубинин, и вот со мной, как раз на чемпионате Европы в 93-м году. 93-й год. О, это тоже вы? Да, но это уже вот 2000-е годы, там, по-моему, 2015-е, что ли, вот так. Вон еще какие-то медали исторические. Ну, медали тут, наверное, больше даже по силе, чем... Где мотивацию черпал в те годы, в 80-е, в 70-е, когда начинал заняться? Да я пробитый был на всю голову, мне никакой мотивации не надо было. В смысле пробитый? Ну, никакой мотивации не нужна была. Мне хватало, хочу и все. А откуда черпали знания в те годы? Не было же никаких ни книг, ни книг? Ну, как, распечатки были. Я вот помню, Арнольд, это вот, у меня же постоянно набор веса, ну, не мог набрать вес, зато был всегда сухим. И вот я читал, что он там писал, допустим, там, чтобы перейти в другую категорию, там, например, весишь 80, надо весить, чтобы 90, принимать, допустим, там, 6000 калорий. И вот я тоже там, щита орал, щита, вот. Ну, наедали удавалось? Нет. А разнообразие в еде где брал в Советском Союзе-то? Что ели-то тогда, да? Запрещено же было вообще. 6000 калорий, что-то. Я покупал импид. Это что такое? Ну, это такое питание молочное, сухое. Импид. Было жировой, обезжиренный. Как детская смесь, что ли, молочная? Да, да, да. И вот я пачку съедал за два дня, там, 400 грамм, по-моему, на два дня. Вот готовился к Европе, кстати, я 40 пачек съел. А так больше ничего и не было, ни протеинов, ничего. Вот первые мне протеин дали, вот как раз вот здесь вот, ну, в момент плохо видно. Такая это. И вот здесь вот протеин стоит. Это первая ваша жизнь банка протеина в 94-м году? Да. А потом уже вот на Москве, здесь, в этом же, в 93-м году, мне первый раз дали Мегамас 2000-й. В каком году? В 93-й. Ну, это Вейдеровская линия капитала. Да, да, да. Такой вкусный был. Обалдеть, он банановый вообще. Тот простой вкус вам тогда казался... Очень вкусный был. Ну, по крайней мере, по сравнению с импидом. Переношусь не только в пространственное во времени из качалки 70-х в качалку в современный тренажерный зал 2020-го года. Не знаю, как вам, но лично мне жутко интересно узнавать о том, как вообще зарождалась вся наша фитнес-индустрия. В далекие 90-е Юрий Борисович ел обычную какую-то молочную смесь, а у нас с вами уже есть возможность получать очищенный белок сывороточный в виде изолята протеина. Рекомендую вам бренд спортивного питания MyProtein. Английская продукция, которая представлена вообще в сотнях вариантов добавок, под разные цели, разные задачи. Ссылка в описании, первая строчка под этим видео. И проходя по этой ссылке, вы не только получаете добротный спортпит, вы еще и поддерживаете проект. И не забывайте про промокод S-FASA. Он дает максимальные скидки по всему сайту. На этом рубрика важных объявлений закончена, и я снова вас возвращаю в зал Атлант-Любер к Юрию Борисовичу. Сколько вы лет занимаетесь? Ну, железо таскаю с 13 лет. А сейчас 58, это значит... Сколько? 45. 45 лет, это практически столько, сколько живет Майкл Херн. Вы столько занимаетесь? Почти столько, сколько Декстер Джексон лет. Вот так вот. Обалдеть. Есть чем гордиться. Ну вот, в 18 лет я сделал мастера по штанге. В армию ушел сам в ЦСКА. А вот это что у нас? Это ослики, да? Да. Вот была такая у нас плакат был, вот как там в раздевалке. Ясиновский здесь вот так стоял и икроножные делал. Ну, слушайте, и Арнольд в 70-х точно так же делал икроножные. Да. У него на заднице сверху, на пояснице. Да, да, да. Он у вас сидел. Вот такие плакаты воздевали. Здесь вот так вот. То же самое. А я уже увидел, как Арнольд в прошлом году так же до сих пор икркачал. Да? Голдс джим. Вы бывали в голдс джим? Нет. Не бывал. Короче, ваш титан-любер, это как русский голдс джим, я бы сказал. Ну, да, наверное, так. Своя культура. А вот в 70-е годы вы же наверняка смотрели «Качая железо» с Арнольдом, да? И как в 70-е, начало 80-х культуризм отличался ваш, здешний, от их золотой эры? Ну, вообще, наверное, мы подражали им, я думаю. Тот смотрел этот фильм, мне кажется, кто занимался. Он же раньше, этот, Арнольд-то был вообще кумир. Но он, в принципе, еще кумир. Я думаю, что все старались ему поддорожать. Тренировались, примерно, так же. У вас нет ощущения, что вот столько времени прошло, американская фитнес-индустрия куда ускакала? А мы с вами здесь, в этой же качалке едем. Ну, наверное, от того, что у них все-таки уровень жизни получше, повыше, чем у нас. За это он, может быть. Она, получается, в таком же практически аутентичном состоянии, исторически сохранена, я так понимаю, как она и раньше была. Осознанно, наверное, даже какие-то моменты оставляются, как есть, да, специально? Я думаю, что, ну, жалко даже было бы какие-то тренажеры, допустим, уносить и покупать новые. Они, в принципе, все рабочие, все, все хорошие тренажеры. Хотя им уже каждому по 30-35 лет. Вот тренажер, да, на икроножную. Ух ты. Сейчас не в каждом хорошем зале такие тренажеры вертикальные есть. По одной ноге делаем. Да, она без из бедра. Да, да. Да, довольно большая летность. Сейчас вот многие залы даже такие крутые. И то там не во всех есть это. Да, он может быть такой примитивный, но очень хороший. А это что за телефон-то? Ой, телефон. Я сейчас не знаю, работает он или нет. Но когда я здесь работал, узнавал в этом. Жена как-то рожала, и мне надо было узнать, как там. Я по нему звонил. Серьезно? Да, вот он работал. В 91-м году он работал. Офигеть. У меня дочка как раз в 91-го года. Ну вот. Кайф. У вас тут все история. Все связано. Вообще. Какая самая тяжелая? Сейчас 65. Но здесь были 70-ки, я помню. Как вот они тогда были, так они здесь и стоят. На этом месте. Вот Ронни бы, наверное, их засандалил, да? Lightweight, baby! Lightweight, baby! Я думаю, что да. Ему бы было нормально. Рассказывает, откуда брал еще всю информацию по фаршу. О, кстати, да. По всей поддержке вообще. Ну откуда же не... Понятно, протеина не было, но... До 90-го, вот это же. Все остальное в аптеке. В юности не, а я что-то должен сказать, что... Блин, давай там витамины В возьмем. И вот они сейчас будут нам белковый обмен увеличивать. Ты же должен был сказать, откуда все появлялось? Не, ну я штангой занимался, а тренер... А Старштанг кто это приносил? Тренер? Ну, Валер, конечно. А он оттуда же все знал? Ну тоже, наверное, так. Знаешь, методом, ну, собственных ошибок. Но вообще у него был... Вот с виду он был, говорю, вот как вот культурист. Трапеции, такие плечи круглые, талии узкие, вот такие широчайшие. Я помню, едешь на соревнования, он спереди идет в сумку. Таз узкий, ноги, мать, вот такой. Пух. Ну, правда, не такой сухой был. А если вот так вот заняться бы было, ну, то есть подсушиться, он бы даже сейчас мог там конкуренцию составить. Вот больше всего узнаешь именно соревнований. Общаешься с ребятами, кто-то где-то там с кем-то, понимаешь? И вот оттуда, вот бывает, поживешь в гостинице там 3-4 дня с ребятами, информации больше получаешь, чем здесь, допустим, за год, за два там. Вот именно от общения, да, с ребятами. То есть информация о фармакологии была как из уст в уста на соревнованиях. Причем спортсмены же с других стран, получается, их какие-то знания. А их знания отличались от советских? Вот эти вот, вот, раньше вот был, да, Серега Зайцев тогда, помню, пролетел. Куда-то мы в Беларуси, что ли, здесь ездили. Сейчас не помню уже. Вот он готовился, готовился, все, такой, знаешь, на диете сидел. А Гришанов был такой его соперник, ну, вместе они выступали. Говорит, у, я такую, это, солевую загрузку, солевую. И, короче, он наговорил его, ну, как соперник, он его просто убрал, грубо говоря. Но советовал солевую загрузиться? Да, ну, вот так. Ходит легенда, что точно так же Арнольд выступал с Менсером. Да? Да. Хотя Серега, он сам был уже, ну, как бы, гуру в этом вере, все знал. Он подумал, что это какое-то современное веяние, да? Да, ну, вот так получилось, что... Его забило? Вообще, на взвешивании взвесились. Вот как раз стоял я, Жора Мусалев, и он. И он говорит, Жор, ну, как у меня видно? Он говорит, ну, тебе честно сказать? Говорит, да вообще никак. И Серега выступать не стал. Вот так вот было. А вообще, чем раньше курсили, можете сказать? Ну, в основном. В 90-е, когда? Или, может, даже знаете, чем до вас? В 80-е, и еще там раньше. Ну, в основном, чего? Я даже... Да, вот интересно, что было тогда? Не рыбалил, эритабалил. Эритабалил и метан? Сус, метан. А что это было? Тяжелатлетики, наверное, да? Ну, а что, то, что было в аптеках, то и... Конечно, вот про эти вещи, там, Винстрол, вообще не знали даже. Я об них узнал в первый раз в 93-м году, когда приехал из Европы. Ну, опять же, от общения с ребятами. Поэтому... То есть вы на Европе выступали в матурашку? Ну, можно сказать и так. Ну, честно говоря, все были удивлены, потому что все-таки первый раз на Европу поехал, с первого раза выиграл. Это вообще очень так. Как так было? Ну, я, правда, нагло себя ввел там. Мне, как сказали, должен работать прямо вот... На сцене детских садов. Не останавливаясь, да. Самые мои тяжелые соревнования были, потому что 38 участников было в категории. Нет, 36. И у меня номер один. Представляешь, а в самом крае, там вот так завернут, меня и не видно нифига, думаю. Ну, что делать-то? Ну, правда, там хорошо, там разделяли, и потом поставили, я уже в середине. Ну, тут, конечно, прям не останавливаясь. Тут так, тут так, тут так, там, по-всякому. И, короче, первое соревнование я поехал в Калининграде были. И это, Россия. Тоже что-то народу было за 30-35 человек. Короче, я попал в полуфинал в 12, потом в финал в шестерку попал. И шел третьим где-то. А когда там в финале под музыку встали, я шестым сразу встал. Ну, вот на вторые соревнования посмотрел, как это все делается, уже там я нормально уже выступал. А так что, вот смотришь на фотографии, Арнольд так делает. То есть, надо там пресс, ноги, чтобы все-все было. Потом там кто-то так, там. Вот произволку брать. Какие вот мне нравились позы, которые я видел на фотографиях. Просто перед зеркалом делал, делал, отрабатываешь. Те, которые не получались позы, лучше вообще их не показывать. Вот. Сейчас-то, конечно, проще. Интернет включил, что угодно. И музыку можно подобрать. А мы чего? А так я под бонием. Не очень, не очень агрессивный трек. Нет, ну, а уже на Европе другой. У меня какая-то была... Металл какой-то? Нет. Арон Мейден? По-моему, Скорпиус, что ли? Ну, такая она, более уже такая, заводная, заведенная. По истории, первые ребята, которые здесь занимались, они еще были, я так понимаю, комсомольцами, еще при партии, наверное, спортивная, да? У меня жена хотела, чтобы я в партию вступил. В партию вступил? Ну, да. Ну, а я пришел из армии и не стал больше комсомольцем. Я так понимаю, что в 90-х годах что-то произошло, и ребята, которые здесь тренировались, коллектив, он перестал быть, что ли, нужен, и многие ребята разбежались, и кто-то в криминал даже ушел. Была такая история? Ну, нас за счет того, что кто-то там в криминал ушел, я не знаю, если они были, наверное, в криминале, они так и остались там, кто не был, так, значит. Мне кажется, и не пошли туда, просто разбежались как? Ну, в Москве же тоже залы стали делать. Вот ребята, 90-е годы, они же тяжелые были, ну, они вот здесь, Смирнов, Сашка, он как мог помогал нам. То есть там где-то питание, где-то там зарплату нам давал. Потом видно, ну, как, находили какие-то эти свои места, там, где можно побольше заработать. Я вот, допустим, после этого зала на ЗАИЛК работал тренером, там вроде такой побольше это. Ну, так вот, ищешь, где лучше. Сейчас же вы тоже работаете в каком-то современном фитнес-зале, да? Да. Клиентов много у вас сейчас? Ну, где-то вот у меня от 12 до 16 вот так вот держатся. Ну, естественно, кто-то уходит, кто-то приходит. Получается, вы всю жизнь свою посвятили культуризму? Выходит, что так. С радостью в этом говорите или с тоской? Ну, честно говоря, если бы вот вернуть бы, я бы немного по-другому занимался бы. Потому что и травмы вот бывают, получились там из-за незнания там. Много лишнего делал. Надо было вот так, а не так, допустим. А так, в принципе, я доволен. Все хорошо. И сейчас занимаюсь, говорю, этим делом, ну, тренером. Мне нравится. Особенно, когда получается, если, допустим, кого-то ведешь там, ну, тренируешь, и вот именно там человек или убирает лишний вес, или наоборот набирает, сколько ему надо там где-то добавляешь. Видишь, если вот результат, то вообще я счастлив. Мотивирует результат клиентов, да? Да. Среди клиентов есть ли у вас спортсмены или все бухгалтеры и администраторы? Выступающих спортсменов нету, но у меня вот сейчас парень, он тоже, однофамилец мой, Новик Дима. Я ему один раз помогал к соревнованиям готовиться, потом он сам плохо выступил. И вот сейчас вроде тоже вот он с соревнованием готовится к осени. Вот. Там спрашивает меня какие-то эти вопросы у него там, как лучше позаниматься, что лучше сделать. Я ему помогаю, чем могу. Посмотрим, как выступит. Какая у вас любимая мышечная группа? Наверное, спина. Раньше грудь была больше, сейчас травму получил, и жать больно. То есть так уже. Я люблю свободными весами делать, а свободными весами руку больно. Приходится на тренажерах больше. Спину или вовсе? Нет, нет, грудь я имею в виду. А вообще вот спину мне нравится, потому что, ну, так, она отвлекается хорошо. Вы сейчас вот в 2020 году посматриваете какие-то, может быть, вариации, техники интересные? Или все на том, что тогда выросли? Нет, 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 стараюсь смотреть, ну, как, в Инстаграме в основном. Я вот на Джекстера подписан, потом этот, Шон Рэй, Яц. Ну, так вот они выкладывают свои там какие-то. Милаш Сарцев тоже сейчас много. Ну, так, смотрю, вот некоторые такие прикольные вещи они делают. Ну, если кого-то смотрите, то таких мастодонтов, ветеранов тоже культуристов. Ну, да. Кого-то из, следите вообще за современными выступлениями? Из нынешней эпохи кому симпатизируете в бодибилдинге? Джекстер нравится. Что-то в последнее время, правда, он что-то живот не держит. Вот первое время он прям такой вообще был красавчик. Когда же вот выводился? В каком году? Ох, ну, конкретно не знаю, в каком году, но вот сейчас он забывает иногда про него. Не контролирует, да? Ну, вроде держит, держит, раз, в какие-то моменты все-таки у него как-то вот. Кто вам нравится из золотой эр? Шон Рэй мне нравился. Я вот помню, даже когда, ну, только вот начал заниматься, он примерно моего же года тоже, можно сказать, он тоже где-то вот в начале 90-х попер. И вот его первый раз там опубликовали в журнале, я вот смотрел позы, так он мне нравился. Даже можно сказать, чем-то я так старался вот на соревнованиях, чем-то его так вот копировать. Плохо получалось, наверное, все-таки. Так, а золотая эра? Это у нас Фрэнк Зейн, Сердж Нюбре, Арнольд, Майк Менсер, Колумбо. Колумбо нравился мне. Ну, естественно, Арнольд был тогда засвечен так для меня. Я, ну, вот с этой колокольни сейчас, вот как я смотрю, наверное, даже Фрэнк Колумбов мне как-то больше нравился. Вот сейчас бы я вот сказал так. Ну, тогда, конечно, зациклен был, да, на Арнольд был зациклен. Вот лучшее упражнение для задней дельты, для меня, махи в наклоне. Вот связь, когда делаю стороны, на среднюю дельту, а потом сразу в наклоне на заднюю, потом чувствую, откликаются плечи сразу. И вот так вы мажете, получается, уже профессионально в 30 с хвостом лет. Да. А вот был такой случай. Наверное, год 91-й ездили на Россию. Я выиграл ее тогда в гостинице в холле. Такой, майки я хожу. Мужичок такой, ну, я не знаю, 0,60, может, в холле. Говорит, вот руки большие, говорит, а задней дельты не хватает. И главное, он не этот, ну. Не культурист, не спортсмен. Ну, да, просто вот посмотрел, правда, задней не хватает. И на следующие соревнования я сделал заднюю дельту, мне ревется, говорит, плечи прибавил. Вот там мужику спасибо. Дай бог им желаете. Подметил прям так четко. А гирями занимались когда-то? На соревнованиях нет, но любил сжать гири, потому что раньше, вот особенно, конечно, штангой занимался. И седа, сжим, гирь. Часто делал. Потом, то есть, отжимания с гирями тоже делал. Но на соревнованиях один раз мне сказали, говорит, не хочешь ездить? А что надо? В спорт? Ну, да, там, ну, за команду просто. Как, во сколько раз надо сделать? Вот, там на время, типа. Я, не, не поеду. Для меня всегда было проще, там, побольше вес. Пускай там не на много раз, но это вот после штанги особенно. А как раз, когда начал заниматься культуризмом, бодибилдингом, там надо было перестраиваться. То есть, уже не по шесть раз, по восемь, а уже десять, пятнадцать повторений, уже не то. Ну, на десять повторений, приседаниях я легко перестроился. Ну, и все остальное, тоже вроде так, в норму пришло. А на спину у вас какое любимое упражнение? Ну, вот сейчас из новых, да, эти, вот эти хаммерские тренажеры, рычажные, сверху, обратным хватом, прям чувствую очень хорошо. Вот как раньше качались, не было же этих всех рычажных тренажеров? Ну, гантели же были, самое главное, гантели. Просто тяга гантели в наклоне, и все. Да, ну, штанги. Тяга штанги в наклоне. Штангу тоже. Ну, они базовые, как бы считаются, большие веса обычно надо делать. Вот так, ну, что, ну, за голову, вперед. Подтягивание, да? Все. Ну, сейчас, скажем так, упростились все это. Потому что, ну, много всяких тренажеров, ну, хороших, что говорить, хороших тренажеров. База-то эта база, как она была, так она и осталась. Но вот это доводиться к соревнованиям, допустим, или просто там, ну, фитнесом просто занимаются, лишний вес убрать. Конечно, тренажеры очень помогают, я так считаю. Они помогают с детализацией, вот, да, да, да. С финальной подводочкой. Потому что есть такое, допустим, упражнение. Такое, такое, то есть, и вот детально как раз вот именно тренажер. То есть база общую такую массу большую, бесформенную где-то, а вот детализация, детализация поможет тренажеру, да? Хорошо, что сейчас есть интернет. Можно вот какие-то вот упражнения брать оттуда. И не то, что для набора мышечной массы. А вот именно к соревнованиям, когда подводишься, что-то из западного. Отлично, действительно. А двойной спереди? О! Да вы еще машина. А грудь бок. Какая у вас любимая поза? Двойной сзади. Наверное, из-за того, что Ну, мне нравится. Сколько не снимать, или можно только спину? Ну, широчайше взять тоже. Я так думаю, что все-таки спина осталась от штанги. Со времен тяжелой атлетики, да? Какие у вас результаты были в лучшие годы в тяжелой атлетике? Так, я в категории 75 заканчивал. 147 рывок у меня был. Как раз на чемпионат союза. И 177 толчок. 180 в груди смазал. 150 в рывке заголовки. Это рывок-полчок-соизмеримое, или у вас сегодня толчок доминировал? Рывок доминировал. Рывок 145 это преобладающий. 147. 147 преобладающий. Ну, вот я когда мастера делал в 67, там 117-145 было. 117 я сразу порвал. А вот 145 только с третьего раза толкнул. Так, друзья, на этом все. Выпуск подошел к концу. Кто хочет поддержать такой вот контент, исторический, не трэшовый, не хайповый, а вот про истоки, про истоки бодибилдинга, обязательно поддержите этот ролик комментариям, лайком. Чтобы такой контент имел место быть у нас на ютубе. Без вашей поддержки будет совсем мало просмотров, будет мало популярности у такого контента. И я не смогу его снимать. Поэтому давайте, все в ваших руках. Спасибо за то, что посмотрели. Спасибо вам. И всем качаться. Срочно, срочно. Спасибо. 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 Спасибо.